Всем добрый день! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. В сегодняшнем видео я хотела бы затронуть такую тему, как позитивная стимуляция кожи. Вообще воздействие на кожу у нас в двух вариантах чаще всего происходит. Это позитивная стимуляция, когда мы стимулируем что-нибудь, выработку структурных белков кожи, улучшаем барьерную функцию кожи, увлажняем ее и так далее. И негативная стимуляция, когда мы должны что-нибудь разрушить, чтобы вместо этого разрушенного, например, эпидермального барьера нашего или рогового слоя эпидермиса, вырос новый, молодой, гладкий, красивый эпидермальный слой. То есть здесь подразумевается агрессия, если это негативная стимуляция, а если это позитивная стимуляция, то это мягкое такое воздействие. Грубо говоря, мы покормим загнанную лошадь, как бы можно так проассоциировать. И хочу это сделать на примере нашей новинки, это сыворотка 5 пептидов. На самом деле я сама, как человек, относящийся уже к обладателю возрастной кожи, категории 45+, я люблю ингредиенты, которые не негативно, а позитивно стимулируют. То есть нам не нужно усиленно защищаться от солнца, используя эти ингредиенты. Это как раз антиоксиданты или это, например, пептиды. И вот в данном случае я поговорю о, расскажу вам о пептидах, которые могут использоваться как раз для того, чтобы эту загнанную лошадь в виде нашей кожи покормить. Пептиды бывают разные. У нас есть много видео, на самом деле, на тему конкретных пептидов, ингредиентов. И я хотела бы как бы кратко напомнить, какие они бывают. У нас, например, в сыворотке 5 пептидов есть 2 пептида мерилаксанта. Это аргирелин или уфасил. Аргирелин вы все прекрасно знаете по нашим уже проверенным старым средствам сыворотки мерилакс, в которой 7% аргирелин или гейс-бета-эффект, который чаще для аппаратной косметологии используется, содержит 5% аргирелина. Это пептиды, которые уменьшают активность мимических мышц. То есть снимают тонус, снимают нагрузку с переорбитальной зоны, с лобной мышцы. То есть мы наносим их туда, где у нас есть гипертонус мышц, формируются мимические морщинки. В сыворотке 5 пептидов, естественно, этих мерилаксантов 2 и их достаточно много. Большая концентрация по 5% каждого. Поэтому сыворотку 5 пептидов мы рекомендуем, когда уже возраст перевалил за заветную цифру, например, 35-40. И тогда уже нужно какое-то более интенсивное воздействие. Что еще мы можем использовать? Мы можем использовать пептиды, которые стимлют выработку коллагена эластина, то есть структурных белков кожи. Такие пептиды называются ремоделирующими, стимулирующими. Они могут называться матрикины. У нас, например, в сыворотке 5 пептидов, помолаживающем концентрате, есть пептид матриксил в количестве 2%, есть релистаз в количестве 4%. И эти компоненты отвечают за то, чтобы кожа стала более упругой за счет повышения выработки коллагена эластина и за счет того, чтобы ферменты эластаза, которые их разрушают, вот эти волокна коллагена эластина, чтобы она инактивировалась, насколько это возможно. Помимо этих 4 пептидов, в сыворотке 5 пептидов, есть особняком такой стоящий 3-пептид меди. То есть бистри пептид меди 1, куперпептид его еще называют. Это такой многостаночник, можно сказать, который обладает и антиоксидантными свойствами, работая с супероксиддисмутазой, и улучшает регенераторную способность кожи, и укрепляет ее, и снимает чувствительность. То есть такой очень комплексный ингредиент пептидной природы. Он как раз отвечает за кожный иммунитет, за повышение тургоротонуса кожи, за ее стимуляцию и обновление, потому что с возрастом она замедляется. И все вместе работает, как бы синергично эти все пептиды работают. Мы получаем уплотненную кожу, которая как бы собирается, становится более гладкой, упругой и приобретает такой ухоженный воск. Поверх сыворотки с 5 пептидами, да, можно наносить любой крем. Она дружит со всей косметикой, за исключением той, которая имеет кислый паш ниже 4. И в конце я хочу упомянуть, что есть еще, конечно, пептиды, которые работают с другими проблемами. Например, пептид дифопарин, как в сыворотке 3D-увлажнение, который стимулирует транспорт влаги из дермы в эпидермис, то есть отвечает за глубокое увлажнение. Пептид асерил у нас есть в геле для кожи вокруг глаз, который отвечает за противоотечный эффект и помогает предотвратить появление темных кругов под глазами в области вокруг глаз. И он используется и в аппаратной косметологии, и в домашнем уходе. То есть сейчас развивается на самом деле прогресс, и пептиды активно изучаются, используются в косметике, в медицине. Поэтому предлагаю кожу, которая, например, чувствительная, которая не грубая, не гипертератозная, стимулировать позитивно. То есть кормить эту загнанную лошадь и получать хороший эффект. Медленно, но верно, может быть не сразу, но пептиды предполагают кумулятивный эффект. То есть мы не завтра получим эффект, а через месяц, через два. А лучше использовать 3-4 месяца подряд пептидные препараты. Но мы его получим, и получим его без негативных побочных эффектов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, как вам угодно. И до новых встреч!